Вечер воскресенья. Трасса Алтай-Кузбасс. Женщина, управляя автомобилем Ниссан Пина, выехала на встречную полосу. От лобового столкновения с грузовиком она и два ее пассажира. 19-летняя девушка и трехлетний мальчик скончались на месте. А теперь о ЧП на воде. В барнаунском поселке Затон утонул 47-летний мужчина. Как сообщают в администрации города, он пытался переплыть протоку. Еще одна трагедия произошла в Шилоболихинском районе, а в Красногорском в реке утонула 16-летняя девушка. По трагической иронии, все это произошло после рейда спасателей на воде. Специалисты проверили так называемые дикие места отдыха. По их словам, в этом году желающих полежать под солнцем и искупаться в несанкционированных местах больше, чем в прошлой сезоне. Люди заходят далеко, не думая о последствиях. Так, несколько дней назад, спасая ребенка, погиб сотрудник нацгвардии. Намывают очень много песка, коса, и она немного покрыта водой. Они гуляют по косе, то есть дети гуляют, взрослые. Все хотят уединиться где-нибудь отдельно, не на пляже покупаться, а там, где меньше народу. Но идут по косе, соответственно, и под водой не видно, где с одной стороны обрыв, то есть достаточно большая глубина, а с другой стороны мелко. И дорожники, и сотрудники МЧС в очередной раз призывают быть бдительными в местах повышенной опасности на дорогах, в воде и на аттракционах. Смертельная статистика по происшествиям в этом теплом сезоне близка к тому, чтобы побить рекорды прошлых лет. Анастасия Дороган, День с толком.